Аллилуйя! Слава Богу за сегодняшний день! Первое откровение в Библии, которое мы видим на первых же страницах Библии, в первой же главе мы видим, что Бог говорит, и в первой же главе Бог говорит, давайте создадим человека по образу и подобию нашему. Ты можешь говорить, потому что ты подобен ему. Скажи соседу, оказывается, я говорить умею. Только сегодня не твоя ученица. Не только умеешь говорить и можешь говорить, но также можешь говорить с Богом. Часто люди говорят, я не умею молиться. Бог сотворил тебя со способностью говорить, и ты можешь говорить с Богом. Мы можем делиться своим внутренним миром посредством слов. Потому что то, что было в сердце у Бога, вот это он и сказал. Поэтому точно так же мы можем говорить то, что есть в нашем сердце. Библия описывает Бога, как говорящего с человеком. И Богу не нужны переводчики для того, чтобы говорить с человеком. Тогда Бог говорит с человеком, то человек понимает, чего от него хочет Бог. Основание жизни человека, это есть общение со своим Творцом. Чтобы он слышал, что говорит ему Бог, и слушался его. И не только слышал, но и говорил с Богом, отвечал ему. И кроме этого, Бог сотворил человека для себя, чтобы поделиться с ним своей любовью. Чтобы человек был другом ему и радостью его сердца. И мы видим, что на первых же страницах Библии, что Бог попарно сотворил все. Он в человеке поместил два в одном, женщину и мужчину сотворил он. Одной плотью. И в одном человеке был помещен, помещена и женщина, и мужчина. И вот потом Бог взялся, ребро снял и создал из этого женщину. Но до этого это было одно Творение. И Бог приходил и говорил с ним. Когда Адам видел животных попарно и называл имена, он видел, что для него никакого Бога не сотворил друга. Для него должно было быть откровением то, что единственным другом и по сердцу его должен был быть Бог. У каждого была своя пара, которая была помощником ему, сотрудником, можно сказать. Но человек был сотворен для того, чтобы он понял, что напарником для него, этим напарником является сам Бог. До тех пор, пока человек не понял, не осознал это, Бог не сказал эти слова. Эти слова не сказал человек, но Бог, что нехорошо быть человеку одному. Нехорошо быть человеку одному. Это написано в Бытии 2 главе 18 стихе. И первое, он познал то, что для его полноты ему нужен был Бог. И так же он понял и то, что человеческое общение это тоже нормальное, поэтому Бог снял ребро, сотворил женщину и впоследствии он познал, что это хорошо. Когда для человека общение с Богом стоит на первом месте, потом нормальное уже дальнейшее отношение с людьми и безопасное отношение, общение. Без общения с Богом, общение с людьми, это страдание, мучение. И Бог являлся источником вот этой безопасности для человека. И поэтому дьявол захотел убрать то, что было на самом деле, самым важным в его жизни. И он знал, как это сделать, и можно сказать, он поймал на крючок Адама. Вы будете как Боги. Это написано в бытии 3 главе, 5 стихе. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, вы будете как Боги, знающие добро и зло. Вы будете как Боги. Вы без Бога поймете, что оказывается, вы можете жить. Что у вас все может получиться, и источником жизни являетесь вы сами. Вам уже не нужен будет Бог. Вы сами будете Богом. И человек принял эту информацию. Он поверил. И сел, можно сказать. И вот эта уловка, можно сказать, отрезала его от Бога. И выгнала его с Божьего присутствия. И человек удалился от Бога. Для кого он был сотворен. Который мог удовлетворить все его внутренние нужды. Безусловно, и любовью, и дружеской любовью. И с этого дня человек начал разделяться внутри себя. Он потерял свою личность. Он потерял смысл жизни и существования. И через какое-то время использовались отношения с другими людьми. И первые мужчины и женщины, они знали о своем существовании в Эдемском саду. У них было общение с друг с другом и никогда не было чувства одиночества. Они не знали, что такое одиночество. Но с того дня пришло вот это переживание одиночества в человеке. И без Божьего присутствия человек переживает вот это одиночество. даже тогда, когда вокруг него есть много людей. человек был оторван уже от того голоса, который должен был слышать. он остался, можно сказать, на милость других голосов. Если он раньше верил в то, что говорил Бог ему о нем, сейчас он стал зависим от мнения или от голоса других людей. Что говорили другие люди о нем? Мы рождаемся в одиночестве. И здесь мы пытаемся присоединиться и прилепиться к тем людям, которые находятся вокруг нас. Чтобы каким-то образом быть принятыми ими и чтобы нас любили. и для того, чтобы поступать так, как приемлемо, чтобы этим людям было приятно. Поступаем так, какими они хотят нас видеть. Как они хотят нас видеть. И не только это, но также позволяем этим людям управлять нашу жизнь каждый день. Чтобы они указывали нам, как нам жить. И порой мы идем на компромисс и делаем то, что нам самим мерзостно делать это, но делаем из-за того, что так нужно. И вот таким образом мы начинаем носить маски в нашей жизни. И каждый день мы меняем наши маски смотря какое окружение, какой состав для того, чтобы понравиться им. И порой мы поступаем по-другому. Мы манипулируем людьми, чтобы они поступили так, как нам приятно будет. Или сделали вынужденными их, чтобы они благодарили нас, ценили нас. И люди из-за этого переходят из брака в брак. Потому что у них есть надежда, что следующий брак будет лучше. что другой даст им то, чего не дали ему в прежнем браке. Когда человеку прибавляются годы, у него появляется страх остаться одним. и большинство знает, что такое одиночество. Даже тогда, когда комната полна людьми. Даже в замужестве или в браке люди переживают это одиночество. и часто из-за этого одиночества они бывают гонимыми. Потому что они верят то, что вот эту полноту они могут найти в человеке. И от одного к другому, от второго к третьему. Неженатые и незамужние они пытаются в браке найти вот эту полноту вот то, что им не хватало. Но те, которые в браке они думают по-другому, они думают есть кто-то другой, который может восполнить их нужду. Есть тот единственный, который для него сотворен и какое бы время не пошло, он все равно найдет его, чтобы он не поменял. И вот это чувство внутренней неудовлетворенности, оно толкает человека к тому, чтобы он наполнил себя какими-то ненужными вещами. Кто-то думает, что он может наполнять сексуальную жизнь. Кто-то наркотиками. Кто-то в алкоголе находит это. Кто-то в еде может быть. чтобы как-то удовлетворить вот эту внутреннюю потребность. Чтобы как-то наполнить вот это внутреннее, которое пустое. Но человек не может найти покоя. потому что пока человек не придет тому, кто дает этот мир, он мира найти не сможет. Но вопрос не только в том, что человек ищет Бога, но сам Бог ищет также человека. Евангелие от Луки 15 глава полностью посвящена этому. Иисус рассказывает три притчи. И первая притча это где пастырь он ищет свою овцу, которая потерялась, которая утеряна, и это его утрата. И этой притчей Иисус показывает, что Господь ищет эту потерянную овцу, потому что она принадлежит ему. Вторая притча это овдове, которая потеряла лепту, которая ищет эту лепту, потому что это ее лепта, ей принадлежит она. Но самая сильная история, это третья история, где описывается история, где отец ожидает своего сына. сын, который оставил его, но отец который ожидает, он ждет этого сына, который вернется. сын оставил его и ушел в другую страну, но отец все равно ждет его, потому что знает, что сын не найдет своего места. Однажды что-то повернет его, и когда он увидел, то узнал его, и написано, он побежал к нему, и своего грязного сына, который работал в свинарнике. Он обнял его, целовал его. Написано, что он обнимал его и целовал его. Отец любит своих сыновей. И Бог ожидает человека, когда он обратится к нему. он не смотрит на то, во что одет он, это чистое или грязное. Он радуется тому, что сын обратился, что сын вернулся к нему. Знаешь, Бог совершен в себе самом. Ему не нужно ни что-то, ни кто-то для того, чтобы он радовался и был в полноте. Но Бог радуется за каждого человека, обращенного человека. В оси 11 главе 8 написано написано «Как мне отказаться от тебя? Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли я с тобой как садам мою? А домой сделаю ли тебе что сева ему? Повернулась во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Бог не хочет отказываться ни от кого, тем более отказываться от своего народа. «Гулими амуми брунда амбопс и брал ул-мамит она». И он говорит «Повернулась во мне сердце мое и жалость». В Сафоне 3.17 написано «Упали шени гмерти а шен шорис дзлева мосили ме омари сихарулит гаихарев сшензе тауиси сихарулит ган гах левзда галобит изэйм сшензе». Господь Бог твой среди тебя он силен спасти тебя возвеселиться от тебя радостью будет милости по любви своей будет торжествовать от тебя с ликованием. Бог умеет радоваться Бог умеет смеяться это он не тот у которого нет чувства юмора он возрадуется от тебя он обновит тебя любовью и будет ликовать и праздновать от тебя Бог может праздновать Бог может ликовать от тебя Бог сказал Адаму в саду где ты Адам я прячусь поэтому и поэтому Богу пришлось невинное животное принести в жертву для того чтобы облечь одеть Адама да да амит ми у ниш на и со кристос им сверп зеро эр дгэс у да на шау лок рав и да и клеб да да гам и с хид ли да адам я не с шиш лес и этим самым он указал на жертву Иисуса Христа который без вина был бы заклан за человека и искупил бы человечество от греха и Бог начал приводить действие этот план через Авраама и в 2 главе 23 стихе написано и исполнилось слово Писания веровал Авраам Богу и это вменилось ему в праведность и он наречен другом Божьим для того чтобы Бог привлек человека обратно и как в Эдемском саду произошло что Бог принес жертву животное и отдел человека и человек начал посредством жертвоприношения приближаться к Богу но в Якова 2.23 мы прочли что поверил Авраам Богу и это вменилось ему в праведность и план Божий начался с оправдания веры и он назван другом Божьим началась дружба с Богом и и и что этого хотел Бог а что есть дружба это время проведенное вместе это общение дружба это означает открытые отношения господом мы говорим ему другими словами он рожденный был бы Богом и было бы еще больше близости между человеком и Богом и это было чудесно но Иисус сказал хорошо мне быть с вами но лучше но лучше чтобы я ушел потому что если я придет Дух Святой это Иоанна 16 7 он придет и он будет с вами То есть Дух Святой пришел бы и он жил бы в человеке и отношения между Богом и человеком стали бы ближе и у каждого человека было бы чувство близости с Богом поэтому лучше было бы чтобы Иисус ушел потому что Иисус был ограничен плотью и одновременно он не смог бы находиться со всеми людьми поэтому он сказал лучше чтобы пришел Дух Святой потому что он будет со всеми одновременно он будет жить в человеке и будет достигнут цель чтобы у Бога человека были тесные взаимоотношения когда Божий Дух на человеке где бы не находился человек в каком бы состоянии он не был он не будет один он не будет в одиночестве Бог будет всегда с ним и вот это чувство одиночества Бог уберет вы знаете Иосиф Яков сын Яков возлюбленный сын Иосиф родился в одиночестве Иосиф сыном старости Яков и сын и Иосиф его братья были того возраста то есть они ходили ему в отце И когда большая разница в возрасте, для маленького парня очень трудно наладить какие-то отношения со взрослыми дядями. И поэтому можно сказать, что он был один. Очень страшно, когда в семье четыре мамы и один... Амсахшив, Абрамс, Абрамс, Иакобс, Тависм, Цоори, Цоли, Ори, Мхевали, Имадгана, Чулеви, Кавда. И трудно, да, когда четыре, две жены, две наложницы и еще одних дети идут. И родился в семье, где многие кричат, мама, 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 а папа один. А их четыре женщины. Иосиф был один, но не в одиночестве. И он слышал от отца о тех обетованиях, которые Бог дал Аврааму. И на основании вот этих обетований он увидел сон. И вот этот сон стал причиной того, что вот эти взрослые старшие братья они продали его в рабство в Египет. И он попал в чуждую для него атмосферу. Он не знал ни их языка. И представьте себе, нет интернета по скайпу родителям или по мессенджеру с родителями, не поговоришь. И он один, но не одинок. И если был бы он одинок внутренний, тогда он попытался бы людьми заполнить вот эту пустоту. И Бытие 39 глава, 2 стих говорит. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. 21 стих. И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И 23 стих. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом и во всем, что он делал, Господь давал успех. Господь не оставлял его. Господь был с Иосифом. Господь был с ним. Поэтому благоволение было. Поэтому он давал ему успех во всем. Он был успешен. И мы видим, что Иосиф, он один там, но не одинок, потому что Господь был с ним и Господь благословлял, Господь давал ему успех во всех делах рук его. Общение с Богом. Является причиной успеха и преуспевания. Даже Иисус. В Иоанна 16 главе, 3 стихе сказал так. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь в каждую свою сторону и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мной. Вы все оставите меня одного. Но у Иисуса не было скорби от одиночества. Вы оставите меня так. Но я не один, потому что Он со мной. Мама чем-то. Отец со мной. В Диане Апостолов написано, что Дух Святой сошел на учеников. В греческом это слово больше обозначает «обнял». И это слово упоминается в Евангелии от Луки, 15 главе, 20 стихе. Где Отец побежал и обнял своего сына. Другими словами, Дух Святой, Он обнимает людей любовью отца. И это та любовь, которая защищает человека от неправильных шагов. Когда Иосиф попал в искушение, Он указал на то Божье присутствие, в котором он жил. Тридцать девятая глава, 9 стих. «Нет больше меня в доме, Сем, и Он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена Ему. Как же сделаю я себе великое зло и согрешу перед Богом?» В твоем одиночестве «Верь, что Бог контролирует все и просто доверься Ему. Жизнь Иосифа не была простой, но Бог был с ним. И поэтому Он давал ему успех. Он удовлетворял всякие его чувства. Пятая глава, 20 стих. «Боро тэбак и ганизрахет, чем сацинагмдэгут». «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». «Дзмэпсеу неба, боро тэбак и ганизрахет, чем сацинагмдэгут». Он говорит братьям, что вы замыслили против меня зло. «И братьям, можно сказать, написали сценарий, план того, чтобы уничтожить, и конец этого плана было уничтожение Иосифа. Но Бог взял вот этот сценарий со своими декорациями, действующими лицами, и он поставил чудесную пьесу. И где Иосиф сказал, да, вы умышляли не зло, да, вы запланировали такой сценарий, но Бог обратил его во благо. Бог все это переписал, чтобы сделать то, что есть сейчас. И вы все участники в этом, чтобы спасти жизнь множество людей. И Аман точно так же планировал то, как он повесит на виселице Мардахея. Но Бог все это обратил. Человек планирует одно, но человек, который живет в Божьем присутствии, тот, кто проводит время с Господом и пытается, и старается быть в близости с Ним, знает, что Бог, Он всегда обратит это во благо тебе, всякое зло. Послание Кривилин, 13 глава, 15 стих. Итак, будем через него... А, извиняюсь, 5 стих. Имейте нрав, не серболюбивый, довольствовав тем, что есть, ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Он сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Поэтому, вместо того, чтобы гоняться за серебром, гонитесь за Господом. И я прошу, последний стих, и на этом закончим. И это Псалом 67, но в Новых 67, 6 стих. У кого какая Библия? И это есть основание для тех, чтобы ты встал на этом основании, исповедовал это. Бог одиноких вводит в дом. Освобождает узников атаков. А непокорные остаются в знойной пустыне. Те, кто одиноки, Бог дает обетование им, что я веду вас в дом, дом вам дам. Для некоторых это уют, а для некоторых это на самом деле дом. Но те, кто пленены в темнице, тогда Бог выводит их. И это делает Бог. Когда человек пытается свое сердце наполнить Богом и свою жизнь, я еще раз говорю, что Бог для себя сотворил человека. И Бог благословил его в той ситуации, в тех обстоятельствах, которые были для него сотворены. И человек нигде, ни в другом месте, ни в коем другом не найдет того блаженства, кроме как в Боге. Ничто, никто не может наполнить сердце человека, как Бог может это сделать. и не существует ничего такого, что может заполнить то место, которое должен заполнить Бог. Ты можешь пытаться или пробовать многое. вкусить что-то в ожидании того, что вот, сделав это, наполнится вот эта пустота. В основном даже еда, когда человек говорит, я безумно голод. Очень часто вот это та пустота, которую он не может заполнить. И вместо того, что наполнится Богом, он идет и кушает. И когда он не удовлетворяется, он много кушает. И наполняется, но наполняется тело. И прибавляется веса ему больше, чем мира в сердце. И вот так нарушается жизнь человека по вот этим причинам, не буду перечислять их. Поэтому я призываю вас еще раз, давайте будем искать общение с Богом. И то место, которое принадлежит ему, никто и ничто другое не займет. Что бы ты ни пробовал, что бы ты ни использовал для этого, ты не найдешь и ни себя, и не сможешь заполнить этой пустоты. не пытайся от других людей получить откровение, кто ты. Пусть Бог говорит в твоем сердце о тебе, кто ты. Пусть Бог откроет тебе, кто ты на самом деле. Что тебя ожидает и что будет в твоей жизни. И пусть не люди управляют твоей жизнью, и чтоб ты не плясал под их дудочку. Это все возможно. Просто приближайся к нему. Давайте встанем. прими сегодня решение, что ты начнешь общение с Богом. Очень трудно собрать людей для общения с Богом. Не то, что людей, даже лидеров собрать трудно бывает уже. Я не могу, например, собрать всех. Потому что не для всех это является важным или первым. Но давайте будем искать его. Само собой эти отношения не придут, если ты сам не начнешь их. человек ищет со своей стороны от Бог со своей. Но во множестве случаев инициатива за человеком не ищет с не ищет больше шагов. Когда человек делает шаг по направлению к общению, Бог видя это, делает больше шагов. И христиане сами не изменятся, если не сделают этого шага. Все очень просто. Просто приблизься к нему. Позволь ему обнять тебя. Обнять тебя. Заключить свои объятия. Наполнить твое сердце. Выразить свою любовь по отношению к тебе. Чтобы он был другом тебе. И это защитит тебя везде, где бы ты ни находился. И пусть Иосиф будет примером тебе. Не имеет значения, сколько матерей было, или братьев, или сестер. Какое одиночество ты переживал. Не имеет значения, кто вырастил тебя. И кто родил тебя, и кто вырастил тебя. Ничего не имеет значения. Ты можешь стать выше всего этого. Ты можешь не быть в этом одиночестве. И не переживать вот этого недостатка. Господь Иисус, мы благодарим тебя. Благодарим тебя. Мы благодарим тебя за твою любовь. За твою заботу. Благодарим за то, что мы творение твое. И ты сотворил нас для себя. Чтобы ты мог выражать свою любовь по отношению к нам. Дружить с нами. Спасибо, Господь, за то, что твое присутствие. Это ответ на наши нужды. И Духом Твоим, сойди на каждого из нас. Наполни нас. Обними нас. Дай нам почувствовать твою любовь. Твою заботу. Дай успех тому, кто нуждается в этом. Будь с ними, чтобы их шаги были защищены. Чтобы от людей они не ожидали наполнения вот этого чувства, недостатка. Если бы Иосиф имел это чувство. Чувство недостатка. Он обязательно людьми бы заполнял эту пустоту. Женой у Патифара. Это чувство одиночества. Но он не был один. Ты был с ним, Господь. И это защищало его в любом состоянии, в любой ситуации. Господь освобожи каждого от чувства одиночества. Дай им почувствовать то, что ты с ними. Пусть твой Дух объемлет их сейчас. И скажи, Господь, что ты любишь их. Что ты не оставишь их и не покинешь их. Что ты тот, кто возлюбил их вечной любовью. Как ты отдашь их. Как ты оставишь их. Бог, который говоришь. Говори в их сердцах и в их жизни. Говори в их сердцах. И услышь их слова, их разговор. Господь сотворил нас такими. Мы можем слушать и говорить с тобой. Господь, слушай их сегодня. Привлеки их к себе. В общение с тобой. Тех, которые одинокие, чувствуют себя одинокими. Дай им дом. Дай им дом, как написано в слове твоем. Дай им этот дом. От которого уйдет это чувство одиночества и оставленности. Благослови их. Дай им успех. Дай им успех во всем. Мы славим и хвалим тебя. За твою любовь. За твое присутствие. Господь, то, что я не смог показать. Духом твоим откроем. Что ты ответ для каждого сердца. Что ты ответ для освобождения человека. Каждого человека. Ты есть конец всякого страдания и мучения человека. Всякого плена. Освободи, Господь. Освободи, Господь, сердца, которые в оковах. Сердца, которые ранены. Сердца, которые чувствуют зло, сделанное против них. Ты можешь обратить все во благо. Исцели их раны. Господь, исцели их оставленность. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я благословляю каждого из них. И прошу, чтобы ты благословил. Чтобы ты направлял их сердцам. Твое присутствие. И я прошу, говори в их сердцах. И давайте поклонимся Господу. И ваши сердца отрывайте, сливайте перед Богом. Чтобы в ваших же сердцах услышать голос Божий. Чтобы вы пережили, почувствовали Бога. Что Он говорит. В чем вас ободряет. Он будет говорить в ваших сердцах. Аминь. Аллилуйя.